Посол США в Армении Лин Трейси провела встречу с родственниками удерживаемых в азербайджанском плену. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба посольства. Обсуждались вопросы прав человека и в том числе восьмой пункт трехстороннего заявления лидера в Армении, Азербайджана и РФ от 9 ноября 2020 года, касающийся военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как говорится в сообщении, посольство призывает освободить всех заключенных и, учитывая боль семей, не имеющих информации о судьбе близких, умножить усилия для получения сведения о пропавших без вести военнослужащих, в том числе в 90-х годах. По приглашению председателя парламента Армении Алена Симоняна, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 5-6 апреля с официальным визитом посещает Армению. По сообщению пресс-службы армянского парламента, на встрече стороны отметили важность углубления многогранных взаимоотношений двух стран. Симонян, коснувшись вопросов региональной безопасности и последствий 44-дневной войны, отметил, что высокий уровень отношений между Арменией и Грузией – один из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе. Также делегация в сопровождении вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна посетила мемориал Цитерна Каберт. Спустя 7 лет после жестокого убийства 19-летнего курсанта военного института имени Вазгена Саркисяна Айказа Барсахьяна суд огласил приговоры четверем фигурантам дела. Суд приговорил Генеля Тавосяна, Вача Саакяна, Норика Саакяна и Мовсеса Азаряна к 15 годам лишения свободы. Напомним, что убийство произошло 29 января 2015 года. На спортплощадке военного института имени Вазгена Саркисяна на турнике было обнаружено тело погибшего. Преступники пытались исценировать самоубийство, однако экспертиза установила, что курсанта повесили мертвым. Решение суда первой инстанции об аресте министра чрезвычайных ситуаций Армении Андроника Пилуяна обжаловано в апелляционном суде. Об этом фактор М сообщил адвокат Пилуяна Тигран Саркисян. Саркисян не пожелал раскрыть подробности. Напомним, что глава МЧС был арестован 31 марта. Он обвиняется в получении взятки. Европа высылает российских дипломатов. Как сообщает РИА Новости, в понедельник МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Франция высылает 35 российских дипломатов. Аналогичное решение приняло также правительство Дании. Правительство высылает из Дании 15 российских разведчиков. Они должны покинуть страну в течение следующих 14 дней, заявил министр иностранных дел страны Эпе Куфуд. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова хоть завтра вступить в НАТО, если предложат. Но этого не произошло и не произойдет. Как пишет Униан, об этом он сказал во время интервью украинским СМИ. Если завтра нам предложат вступить в НАТО, не играть снова с нашей жизнью, а серьезно, будем, значит, вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не произошло, к сожалению, сказал Зеленский. Для гарантии безопасности Украине нужны серьезные игроки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет CNN. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Нам нужен круг государств, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, сказал он. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель посетят Украину. Как пишет русская служба BBC, они собираются побывать в Киеве до конца недели, чтобы успеть вернуться до субботнего мероприятия в Варшаве, которым закончится марафон в поддержку Украины. Отмечается, что пока неизвестно, приедут ли они с пустыми руками и обещаниями или уже с принятым пятым пакетом новых санкций против России. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий признание в России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами. Как пишет ТАСС, документ опубликован в Думской электронной базе в понедельник. Два землетрясения зарегистрированы сейсмологической сетью территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении 5 апреля. Первое, магнитудой 2,4, произошло в 10.43 по местному времени в 15 км к востоку от города Бавра в Грузии. Второе землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 13.27 по местному времени в 18 км к юго-востоку от села Ашоцк Ширакской области.